Бейрут Без домов остались 300 тысяч. До фундамента были разрушены постройки вблизи порта и сильно повреждены или уничтожены здания в радиусе почти полутора километров. Многие из них пережили гражданскую войну, войну с Израилем в 2006 году, спекуляции с недвижимостью и перепланировку последних лет. Архитекторы и историки опасаются, что важную историческую часть города не удастся сохранить. Строительные работы продвигаются медленно из-за экономического кризиса в стране. Пока у властей нет денег на быстрое восстановление зданий османского и французского периодов, организации и неравнодушные жители консервируют постройки, а жители вынуждены оставить квартиры и съехать в другое жилье. Реконструкция исторических зданий лишь одна из проблем взрыва. Я думаю, что опасность не физической реконструкции, опасность заключается в потере социальной структуры, существующей на этих улицах, считает заведующая кафедрой архитектуры Ливанского университета Нотр-Дам Кристин Мэдди. 8 тысяч зданий, по оценкам ЮНЕСКО, а по данным Совета министров Ливана, все 50 тысяч были либо полностью разрушены, либо сильно повреждены, лишились части стен, окон и дверей. От взрыва пострадали 208 школ и 9 больниц, а также около 640 важных исторических построек периода османского владычества и французского мандата, в том числе музеи и библиотеки. Общий ущерб от взрыва правительство оценило в 15 миллиардов долларов, что заметно ударит по экономике Ливана и без того находящийся в трудном положении. За год местная валюта потеряла 80% цены, что делает восстановление города еще более сложной задачей. Вредна ли современная пшеница для здоровья и экологии? Мифы о хлебе развенчивают профессор в области пищевых технологий Мануэль Гомес-Пальярес и иммунолог Эдуардо Аронс. Статья экспертов опубликована в издании Conversation. Сегодняшние булки совсем не похожи на те, что пекли в Древнем Египте или Вавилоне. В нашем распоряжении – новые технологии производства. У нас есть возможность использовать добавки и ферменты. Благодаря этим изменениям мы можем обеспечивать продуктами питания растущее население. Однако в последние годы широко распространилось мнение о том, что древние сорта более безопасны с точки зрения воздействия на окружающую среду и обладают большим количеством питательных веществ. Кроме того, как говорят, они вызывают меньше неблагоприятных реакций у аллергиков или людей с непереносимостью. Авторы статьи утверждают. То, какой вред наносит пшеница экологии, зависит скорее не от сорта, а от способа ее выращивания. Для этого необходимо выяснить, осуществляется ли полив, сколько он стоит, удобряют ли и обрабатывают ли ее от болезней и вредителей и так далее. Авторы продолжают. В каждом из этих случаев нужно учитывать урожайность зерна. Нельзя забывать и о том, где обрабатывают пшеницу. Что касается свойств современных сортов, которые могут вызвать неблагоприятные реакции у людей с повышенной чувствительностью к определенным веществам, на сегодняшний день наличие таковых свойств не было доказано, утверждают Пальярос и Аронс. Чашка какао может улучшить когнитивные функции мозга, пишет китайское издание Хуан Цюши Бао. Ученые Бирмингемского университета в Соединенном Королевстве и Иллинойского университета в США в ходе эксперимента обнаружили, флавонолы, содержащиеся в какао-бобах, помогают головному мозгу здоровых взрослых людей быстрее восстанавливаться после легких сосудистых проблем и улучшают его когнитивную функцию. Можно ли вкусно питаться и при этом худеть? Авторы японского ресурса Ньюс Яху считают, что можно, и делятся правилами и секретами. Онлайн-издание называет продукты, которые можно есть в любое время и в любом количестве, без последствий для фигуры, но при этом напоминает, нужно обращать внимание на время приема пищи. По словам диетолога и доцента Университета Нью-Йорка Лизы Янг, следующие 9 продуктов можно есть в любое время в любом количестве. Сельдерей, черника, грибфрут, огурец, брокколи, клубника, цветная капуста, апельсин и белокочанная капуста. Они практически полностью состоят из воды, поэтому в них не только мало калорий, но и много пищевых волокон, которые хорошо утоляют голод. Более того, они богаты важными элементами, необходимыми для сбалансированного питания, витаминами и антиоксидантами, говорит Янг. Вот еще несколько наблюдений. Если вы не завтракаете, то вес увеличивается. Жуйте тщательно, принимайте пищу по расписанию, пейте воду. Утром ешьте фрукты, днем то, что хотите, а вечером умеренно. Ночью люди обычно спят, поэтому калорий сгорает немного, подчеркивает Ньюс Яху. Редактор субтитров А.Семкин